Друзья, всем привет! Сегодня 13 января на дворе, а снега нету нигде. Все почему? Мы находимся, ребята, в Турции. И многие задут вопросом, а нафига же лететь в Турцию, если там не сезон, если там холодно? Вот об этом всем мы сегодня с вами детально и поговорим. Этот видеоролик у нас попадает в плейлист путешествия, поэтому все, кому интересно автомобили, ребята, все будет, но чуть позже. Сегодня мы поговорим о приятном. Все почему? Многие из нас работают, трудятся, хотят отдохнуть, но не у каждого есть деньги, чтобы летать в страны, куда билеты стоят по 150, по 200 тысяч рублей и так далее. Мы сейчас находимся в Кемере. Вот этот отель, в который мы приехали, в сезон будет стоить на 7 дней примерно 120-150 тысяч рублей. Мы же сюда приехали, знаете, за сколько? Чуть позже скажу. Пойдемте посмотрим, как выглядит отель, потом выйдем с вами в город, прогуляемся, я вам покажу, расскажу. Я в Турции сегодня, 10-й раз, юбилейный, поэтому будет вам что рассказать. В общем, я думаю, этот ролик будет насыщенный и интересный, поэтому погнали вместе с нами. Мы приехали в пятизвездочный отель Double 3 by Hilton. На самом деле на территории Кемеры сейчас буквально работают 2-3 отеля, все остальные закрыты, потому что не сезон. Вот давайте я вам устрою небольшую экскурсию по отелю, чтобы вы понимали вообще, как проходит отдых зимой, что делать, куда ходить, чем заниматься. На территории отеля, а потом пойдем в город, погуляем и душевно с вами пообщаемся. Первое, что нас встречает на территории отеля, это, конечно же, ресепшн и лобби. То самое место, где мы по вечерам все собираемся, пьем чай, кофе, кто-то пьет алкогольные напитки. Интересный факт этого отеля, что здесь очень крутая кофейня. Ну, действительно, кофе делают такое, что зайдя в какой-нибудь Starbucks в Москве, за него попросят рублей 400-500. Здесь же все это входит в цену проживания, поэтому вы можете наслаждаться разными напитками. Всякие десертики, бутербродики, все входит. Также есть бар. Бар, ребята, то самое место, которое работает по системе ультра-олл-инклюзив. О чем это говорит? Помимо местных алкогольных напитков, также есть европейские напитки, типа Джек Дэнилс и так далее. В общем, всем тем, кто любит алкоголь, всем тем, кто любит вечером присесть, душевненько пообщаться, поиграть в нордишки, в картишки, вот это место вас будет встречать каждый вечер. Перемещаемся с вами в середину отеля, скажем так, бассейны. Сейчас водичка, конечно, прохладненькая, я вам даже больше скажу. Сейчас гораздо комфортнее и теплее купаться в море. Да-да, на самом деле можно купаться, и народ плещется. Вот так выглядит отель, то есть вон там у нас балкончик идет, где вы вечером, или днем, когда солнышко, можете присесть, чайку, кофейку. Вон там снизу идет дополнительный бар. В общем, на территории отеля есть такие, знаешь, уютные местечки, где ты можешь просто менять обстановку. Там посидел, там потусовался. В общем, время, где провести, есть. Друзья, мы снимаем видеоролики, где я вам показываю и рассказываю, что покупая новый автомобиль, вы можете сэкономить путем торга с официальным дилером. Но сегодня сэкономить ваше честно заработанное можно при покупке абсолютно любого товара. Вот давайте я вам покажу, как это можно сделать. Рассказываю на личном примере. DJI Mavic 2 Zoom. Цена вопроса такого квадрокоптера 100 тысяч рублей. Но я его купил со скидочкой. Все почему? Все мы хотим экономить, чтобы денежка оставалась в кармане. Как я это сделал? Е-каталог мне в этом помог, друзья. Все элементарно и просто. Заходим, пишем, что нас интересует. Абсолютно любой товар. В нашем случае Mavic. И что мы видим? Самая низкая цена 84 900 рублей. Где купить? Переходим. И вот они, пожалуйста, все магазины, которые многим из вас наверняка уже знакомы. Выбираем наиболее низкую цену, как это делал я. Так, например, фотосклад дал 84 900 рублей. Перейти в магазин. Все, можно сказать, оформляется покупка и ты его забираешь. Можно курьерская доставка, самовывоз, как угодно. Друзья, Е-каталог поможет вам найти абсолютно любой товар с наиболее низкой ценой. Ссылочку на него я оставляю в описании. Когда вы будете совершать очередную покупку, обязательно им воспользуйтесь. Не забывайте про то, что сэкономил, считай, заработал. Е-каталог, ссылка в описании. Переходим на веранду, где вы в солнечный денечек можете неплохо провести время. Вот сейчас вышло солнышко. Температура воздуха, я думаю, поднимется градусов до 20. Несмотря на то, что я в жилеточке стою, душновато. В кофте было бы вообще комфортно. Вот, пожалуйста, море. Пляж галечный. Это, конечно же, возможно, минус для тех, кто отдыхает летом. Но зимой погулять, походить вдоль пляжа, все классно. Понтоны разобраны. Все это сделано с точки зрения безопасности, потому что по-хорошему сейчас купаться нельзя. Но, тем не менее, охрана ходит. Все, кто хотят искупаться, получать от этого удовольствие. Серьезно, говорю, просто только-только закончился дождь, но так, когда солнце выходит, народ приходит плечиться. Даже с детьми приходит. То есть, море теплое. Вот возле него сидишь, вот так. Я вам одно могу сказать, что если сейчас открыть приложение, посмотреть, какая погода в Турции, то, скорее всего, вы увидите дожди и градусов 8-11. Я тоже так думал, блин, ну сейчас приедешь, обломано будет. На самом деле, погода всегда обманчивая. Не знаю, кто ее придумывает и как они это делают. С этой стороны море, запах, да, а с той стороны горы. И то есть, получается так, что можно назвать, что ходишь, дышишь воздухом свежим и излечиваешься. Все почему? И глазу приятно, и обстановка новая. И за счет того, что нет такого поваленного числа туристов, ты можешь действительно пройтись, знаешь так, ну порелаксировать. Потому что прилететь сейчас куда-нибудь в Таиланд будет, конечно, жарище полное. Наплаваться можно будет, но будет повсюду народ ходить. Вот мне, например, именно в январе хотелось спокойствие. Особое внимание, конечно, затрагивает тема питания. Ведь многие интересуются, ну приехали, отдали денег, а кушать-то, кушать что будем. Друзья, обратите внимание, вот эти машинки различные стоят. Вообще, концепция отеля сделана по такому принципу, что все это маленькие фудкорты. То есть, где-то мороженое продается, где-то шашлычки, где-то какие-то тако, бургеры. Но сейчас зима, и как вы думаете, это нифига ничего не работает. Мне вот вообще не обидно, потому что я прилетел реально за копейки. 49 тысяч рублей за двоих, это очень дешево для этого отеля. И с учетом того, что все в эту цену включено, перелеты, трансферы и так далее. Люди отдыхают, знакомимся, общаемся. 70, 90, вот им, конечно, обломно. Это открытая, скажем так, веранда, где лето можно покушать, посидеть вон там, дальше идет ресторан. Вы сейчас его увидите на своих экранах. Покушать есть что-нибудь? Вот смотрите, я вам отмечу такой факт для объективности. Вот женщины, женщины в большинстве своем кухни сейчас недовольны. Скудно, мало, то невкусно, хотелось бы побольше. Но с другой стороны, вот я как мужским взглядом смотрю, заходишь, пару супчиков есть, овощи есть, гарниры, рис, пюре, там, макароны, все есть, мясо, говядина есть, баранина есть, курочка такая, курочка иссякая. В общем, покушать можно. Но за счет того, что я уже в Турции десятый раз, могу отметить смело, что, конечно, не сезон сказывается, потому что летом здесь было бы гораздо больше блюд. Многие столы не накрыты, когда они должны быть еще с какими-то вкусняшками. Но с другой стороны, голодными не остаешься. Были вечера, что ел три часа. Приходил, присаживаешь, знаешь, красного вина возьмешь, покушаешь. В принципе, наесться можно, но если вы привередливый, то, скорее всего, кухней зимой у вас будут вопросы. Вот обратите внимание, котов на территории очень много. И в Турции существует порода кошек ванн. Турецкий ванн называется. Это та порода кошек, которая якобы умеет плавать. То есть, знаете, вообще, чтобы кот плавал, это редкость. А у них здесь коты, по идее, умеют плавать. Можно, конечно, проверить, море рядом, но мы этим заниматься не будем. И вот давайте здесь подведем итог по отелю. Прилетая зимой, что вы получаете? Ну, в первую очередь, вы выспитесь. Номера отличные, кровати большие, даже показывает, а нет смысла. Все нужно проверить самому. Раз бассейн есть, крытый с морской водой, пожалуйста, купайтесь, есть зоны отдыха, где можно позагорать, поваляться, поддыхать. При этом есть спа. Если летом стоит обычно часовой массаж 110 долларов, то здесь сейчас, пожалуйста, за 30-ку можно сходить. При этом есть множество различных мест, где вы можете посидеть, сменить обстановку. Есть бары красивые, такие атмосферные, уютные. Да и, в принципе, по территории отеля есть где походить, там, к морю сходить и так далее. Вы должны понимать, что вам не стоит брать привязку именно к этому отелю. Любой отель в Турции, пятизвездочный, функционирующий зимой, подарит вам плюс-минус все те же самые услуги. Поэтому смотрите любой, который вам понравится и можете отправиться. Забегая наперед, я вам даже больше скажу, что были отели, которые можно было улететь за 40 тысяч рублей. Разница будет лишь в том, что они будут находиться где-то на окраине города. Там, где вы выйдете, ничего поблизости не будет. Ну, один-два магазинчика. В нашем случае мы, можно сказать, находимся в центре деревушки Кемер. Почему деревушка? Вы сейчас все узнаете сами. Мы с вами покидаем территорию отеля. И вот она, пожалуйста, одна главная, скажем так, центральная улица, где летом будет вот столько народу. Все почему? Посмотрите вокруг. Это не частный домик. Это все отели, гостиницы, хостелы. Куда вы можете там приехать, деньжа отдать, отдыхать. Сейчас же, за счет того, что в сотый раз, говорю, не сезон, народа нету. Ровно 10 лет назад, практически со 2 по 7 февраля, я впервые прилетел в Турцию и отдыхал вот в этом отеле. И тогда была та же самая история. Я не понимал, какая будет погода. Зима, все мне говорили, куртки бери с собой, шапки, шубы. Я все это взял, приехал утепленный. И когда вышел на утро, солнышко было примерно до 25 градусов. Пошел в ближайший магазин за шортами, за футболкой, чтобы чувствовать себя комфортно. Отмечу, что холодно здесь становится только ночью. К примеру, вот в 6-7 вечера садится солнце, вы спокойно еще 2-3 часа сможете посидеть на улице в этой же одежде. А вот уже после 10-11 вечера вы начнете подмерзать. Помимо того, что Турция очень хорошо зарабатывает денежки на туристах, также она неплохо зарабатывает на текстиле, а именно на тряпочках, на шмоточках. Я вам скажу одно, что качество действительно хорошее. Потому что вот в этих рядах я там 10 лет назад покупал себе футболки, брюки. По 3-4 года ходишь, носишь, стираешь и не застирывается одежда. Действительно, качество может быть доволен. Но при этом Турция это то место, где ты просто обязан торговаться. Особенно вот в таких туристических деревушках. Если ты придешь в магазин и будешь все покупать по ценникам, которые висят на вещах, то ты просто лапушара. Приходя в магазин, если вы видите там 100-120 долларов, бейте прям сразу на 2, там 40-50. И вы сами увидите, что скидка будет не 10-20 долларов, а именно процентов 40-50, это как минимум. Представим, что у нас в стране наступило лето, а мы передвигаемся где-то по городу и увидели, как растут яблоки. Что мы скажем? Ну, яблоки, яблоки. А когда ты передвигаешься зимой по Турции, где как бы не сезон, и тут раз такие апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты растут. И сейчас, кстати, к февралю это все поспеть настолько, что это будет просто как сочно и вкусно. Есть разные места для отдыха. Белек, Кимер, Алания, Анталия, Стамбул. Это вообще отдельное место для посещения, потому что там с точки зрения туризма много чего есть посмотреть. Большинство туристов летит в Турцию ради пляжного отдыха. И на это есть свое основание. Так, например, более сотни пляжев получили награду «Голубой флаг», европейская награда. О чем она говорит? Что пляжи доступны для отдыха, пляжи чистые, там можно наслаждаться. Есть галечный пляж, есть песчаные пляжи, есть пляжи с искусственным покрытием, куда вы приедете, там будет белый песок, как на каких-нибудь Мальдивах. То есть все зависит от цены вопроса отеля. Но с точки зрения, куда съездить, куда прокатиться, вы можете выбрать все сами, самостоятельно. То есть здесь вот какой-то разницы, чего-то вам советовать я не вижу. Был в десяти разных местах, тем не менее, какое-то, знаешь, такое общее впечатление получается. Потому что природа плюс-минус везде одинаковая, климат отличается там 1-2 градуса, где-то, может быть, почаще дожди, где-то пореже. Но в целом приезжаешь и как бы везде чувствуешь, что ты находишься в Турции. Турция является одной из самых посещаемых стран туристами. Но при этом обратите внимание, вот мы идем по деревушке. Почему деревушка? Десять лет назад она была раза в три, наверное, меньше, чем сейчас. Но за счет того, что сюда приезжает огромное количество туристов, она реально разрастается. И разрастается она путем того, что появляется все больше отелей, все больше кафешек, баров, заведений. В общем, там, где можно потусить, погулять, потратить деньги. Чем зарабатывает место населения? Вот только на торговлю. То есть, по сути, одни торгаши. Каких-то здесь производственных предприятий нет. С одной стороны, это огромный плюс, потому что места здесь действительно чистые. И все, чем занимаются люди, это вот, купил-продал, купил-продал. Обратите внимание, вот эта дорога. Мы прошли примерно 200 метров, и мы находимся уже в центре Кемера. И вот мы с вами перемещаемся на главную площадь. Тем временем солнышко наяривает так, что уже становится жарко. Опознавательные признаки. Башня-ресторан. Вот это башня-ресторан я вам прямо вот от себя могу рекомендовать. Обязательно туда сходить, посидеть, заказать ребрышки бараньи и бутылочку пива. Вы просто получите огромное удовольствие. Также площадь с фонтанами, на которой расположен отец-основатель. Если я не ошибаюсь, а Татюр к этому человеку здесь относится с огромным уважением. То есть этого политика по сей день очень сильно уважают. Во многих отелях, барах, ресторанах, домах везде присутствует его портрет. Далее есть мечеть главная. Ну и, соответственно, скажем так, центровая площадь. Если пойти вокруг сейчас гулять, то больше в ту сторону будет как раз проживать уже местное население. А вот если в ту сторону ближе к морю, там, соответственно, будут различного рода шоппинги, ресторанчики, кафешки. Другого чего-то здесь нет. Здесь есть, если я не ошибаюсь, небольшой зоопарк. Ну там, знаешь, зоопарк зверя, там куры какие-то необычные, кролики. То есть чего-то такого прям, чем вас удивить нельзя. Многие, кто приезжают, начинают думать, ну какие экскурсии, куда сгонять. На мой взгляд, друзья, самая лучшая экскурсия, это взять автомобиль на два дня и покататься самому. Потому что здесь очень много дорог, куда можно заехать, там, в горы, например. Можно съездить на мандариновую ферму, можно съездить на различного рода пляжи, где вы действительно увидите такие красивые пейзажи, пофотографируетесь. Я же все-таки придерживаюсь больше такого нашего пешего туризма. Куда-нибудь в горы заехать, съездить на машине в город погулять, просто посмотреть, как местные живут, какие-то улочки залезть, да, где уже нет никаких туристов. Вот это мне нравится больше. Вообще, сами по себе турки к Новому году относятся как-то по-своему. То есть елки они дома точно не наряжают, и для них это, как бы, знаешь, какая-то вообще нехорошая история. Но в туристических местах, когда проходил Новый год здесь, естественно, была движуха как дома, потому что очень много отдыхает русских туристов. То есть Украина, Беларусь, немцы, французы, то есть Европа тоже, наверное, прилетает. И, как вы видите, вроде бы и не Дед Мороз, но в тот же момент Санта-Клаус и олени. Как бы есть один олень, Рудольф. Рудольф, олень с красным носом. Если вдруг вы хотите наслаждаться архитектурой, какими-то историческими местами, то вам, конечно, лучше всего слетать в Стамбул, либо же слетать в столицу Турции, в Анкару. Здесь вы находитесь, подчеркиваю, в туристической зоне. И даже по постройкам вы видите то, что все быстро возводимое, никакого тут какого-то уникального дизайна в этом нет. В силу того, что туристов мало, турки сидят и чем они занимаются? Своими любимыми занятиями. Пьют чай, чай они пьют очень много. Чай это здесь, можно сказать, даже бесплатно. Куда не зайдешь, тебя всегда им напоют. При этом курят сигареты, либо кальяны и играют в нарды. Самый популярный спорт в Турции это футбол. И 95% населения верующие. Но при этом, знаешь, такая странная вера. Ни в коем случае никак не хочу никого обидеть. Но мне интересно, мне кажется, странно, когда турок, у которого есть жена, мы с ним общались, я знаю, жена есть дома, он лезет к туристкам, пытается с ними хи-хи, ха-ха, то есть заигрывать. Опять-таки многие из них пьют алкоголь вообще запросто. В горах растет конопля. Откуда знаю, не спрашивайте, ни в коем случае ничего. Но факт в том, что они здесь также могут покурить коноплю. Поэтому странная вера получается, но 5% видимо этим грешат. Потому что в большинстве своем, когда молитва играет, так смотришь, люди выходят, молятся. При этом купить недвижимость в Турции можно в 5 раз дешевле, чем в любой другой европейской столице. Ну самые там гиблые рассматривать не будем. Вот если задаться вопросом, сколько же она стоит. Друзья, я вам приведу такие средние цифры, просто смотрел, специально изучал. Халупа, халупа, когда в каком-то месте, откуда надо выехать, ехать до рынка, на машине, то есть ты где-то живешь в каком-то отдельном микрорайончике. В 2 миллиона ты можешь вложиться в российских рублях, и ты получишь небольшую студию в 30 квадратных метров. Более-менее нормальное жилье, чтобы была комната отдельная для спальни, то есть 2 комнаты по-нашему, балкончик был. Было неплохое местечко, которое заселено. Но рассчитывайте примерно на 3-3,5 миллиона. Если же вдруг вы обладаете суммой в 5 миллионов и больше, вы себе сможете купить вполне достойный домик, то есть вы будете жить в комфорте. Вот если тогда задуматься, допустим, предположить, что где-то тут в горах за пару миллионов взять в каком-то небольшом двух-трехэтажном доме квартирку. С одной стороны тоже плюс. Познакомился с соседями, скорешился с ними, то есть приехал, подарочки дал, всегда помогаешь, улыбаешься. И что ты получаешь? Зимой взял себе отпуск на месяц, на два, приехал сюда спортом, занимайся, пожалуйста, бегай. Турнички, спортзал, правильное питание, апельсины. По сути, даже денег тратить будешь не так много. И при этом будешь себя очень хорошо чувствовать, и в море можно поплавать, и почитать книги. То есть, понимаешь, жить в удовольствии. Да я, в принципе, знаю, что многие из вас напишут, что чтобы так жить, кайфовать и ничего не делать, нужно, чтобы помещенец у тебя было в аренду. Чтобы какая-нибудь пятерочка, магнит, тысяч по 300-400 каждый месяц тебе исправно на карточку заряжали, тогда будешь кайфовать. Способ жизни вот здесь, заторг, это везде, и всегда даже местные, когда на работу устраиваются, то есть договариваются о работе, они со своим начальником там торгуются в сторону большей зарплаты, а начальник, собственно, в сторону меньшей зарплаты. Чем заниматься днем? А нечем. Вот просто-напросто вышел, и вот это вот место, куда мы приходим, здесь порт, там стоят яхты различные, там есть корабли туристические, на которых летом вы приезжаете, катаетесь, там банан, шманан, вертолет, мертолет, все это вот здесь сейчас запарковано аккуратно. А местное население проводит дни, скажем так, ну, можно сказать, в удовольствии. Сидят, ждут, когда начнется сезон. Сезон начнется в середине апреля, ну, как правило, он заканчивается в конце октября. Ну, погода, отмечаю, да, день. Дождик кончился, сейчас примерно по ощущениям градусов 20. Посмотрите сами, то есть, как бы народ, даже вон пацаны мелкие бегают, штаны, кофта. Безопасность – важная тема для любого туриста. Но не забывайте о том, что в первую очередь Турция – это мусульманская страна. Любые проблемы, которые у вас здесь могут возникнуть, это будут только из-за вас. Вот, как правило, люди приезжают, напьются и начинаются крики, воры в отеле. Кажется им, что им кто-то что-то должен, начинают качать права чего-то требовать. И после этого, естественно, начинается проблема. Но, отмечу, что турки в целом даже при отеле, они всегда пытаются загладить конфликт. Но если выйти в город и начать вот к женщинам приставать, с кем-то пытаться фотографировать, хамить людям, подраться, здесь можно будет запросто. Поэтому, в первую очередь, если вы хотите комфортно проводить свой отдых, приветливо, с улыбочкой, гуляем, не напрягаемся, вас, конечно же, могут зазывать, там, пойдемте в магазин, вам что-то покажем. Просто ручкой помахал и пошел дальше. Напоминаю, что я здесь десятый раз, я был в разных местах, куда я только не ходил, и ночью, и утром, и днем, то есть гулял везде, и ни разу у меня не возникало никаких проблем. И самое главное, что нет такого повального, что ты приезжаешь, и где-то какие-то туристы рассказывают, вот, нас там ограбили, к нам прицепились, кражи в отеле могут быть. Но чаще всего я видел ситуацию, когда мужик один раз на примере отдыха такой скандал поднял, часы у него украли. А в итоге, потом, когда уже все вроде бы стихло, он там всех на уши поднял, он часы положил в джинсы к себе, в другие, то есть они при нем были. И когда он их нашел, он не стал ни перед кем даже извиняться, просто типа, ну, нашел, нашел, поднял и поднял. Факт в следующем, запомните, безопасность в первую очередь зависит только от вас. И вот, казалось бы, что здесь делать, температура 18-20 градусов, то солнечно, то дождливо, дождь может идти один-два дня. В любом случае, смена обстановки, приехать, знаешь, погулять, походить, что-то посмотреть. Но мы также сюда приехали с целью поснимать аж три ролика. Первый ролик вы видите прямо сейчас, второй ролик, вот, обратите внимание, Honda Civic, новая. У нас в России такие не продаются. Я сделал публикацию в инстаграм-канал, спрошу, говорю, парни, что снять, Honda Civic, Ford Focus, либо Audi A5. Все говорят, Civic, интересно посмотреть, в каком он состоянии, что за машинка, чего нам не привезли, может быть, когда-то еще привезут. Аренда автомобилей ищем, за счет того, что, опять-таки, подчеркиваю, не сезон, просто тяжелее машину найти. Но в любом случае, машина была бы интересна, потому что и по внешнему виду красивая. Полтора литра здесь под капотом стоит турбина и вариатор. Многие скажут, вариатор, турбина, не-не, у Honda в этом плане что-что, но качество еще осталось на высоте. И третий ролик, это, конечно же, на 100 тысяч акционеров на канале. Давненько, давненько я его обещал, тяну, ну, просто, понимаешь, не хотелось снимать его зимой, где-то опять в парке, хотелось сменить обстановку, потому что для меня это действительно праздничное событие, и оно будет снято. Свеже выжатый сок из настоящих апельсинов 1 доллар, то есть 65-67 рублей, это действительно круто. Также сейчас гранаты будут скоро спелые, тоже будет там 1 доллар в стаканчик гранатового сока. Опять-таки, обратите внимание, вот ребята молодые сидят, отдыхают, чаечек у них вон готовится, а? То есть самое что такое получается удовольствие, тоже сидят, кайфуют. То есть в этом плане, сами посмотрите, вот она зима, да? Самое страшное, что здесь может случиться, это сейчас либо дождь спадет, либо сильный ветер будет. И то, скорее больше вероятно, что дождик пойдет, нежели чем ветер. Вот он, чистый чикен суп, а? Ох ты, вот это ноги, вот это я понимаю, бульон будет нажористый. Просто шашлыки потрясающие, с одной грудки можно прям супешник сварить такой, чтобы закачаешься. В Кемере есть три легендарных клуба для этого места, Инферно, Аура и Кристалл, где летом постоянно движухи, сейчас они закрыты. К чему хочу подвезти, друзья? Я сюда прилетел с точки зрения поснимать, погулять, знаешь, так, поностальгировать, посмотреть, как разросся Кемер. Если же вдруг вы хотите зимой слетать, но вам нужно, чтобы были тусовки, движухи, то лучше передвигайтесь в сторону города, то есть куда-нибудь в Аланью. Отели есть, по недорогой цене тоже вы все сможете найти. Если же вы любитель туризма, то есть что-то посмотреть, вы можете приехать сюда, взять автомобиль дней на пять. Вот мы сейчас пообщались с человеком, на сутки 30 долларов, то есть умножая на пять дней, то есть 150 долларов, у тебя машина будет при тебе, единственное условие, то есть ты ее должен взять с полным баком, как и получаешь. Все. Выводы делать только вам, куда лететь, стоит, не стоит, я доволен. То есть 49 тысяч рублей, если так вот в Москве взять отпуск на 7 дней, пытаться куда-то ходить, там по ресторанам, опять же надо питание покупать, продукты. Возможно, какой-то там алкоголь заходишь, там бутылочку виски на вечер купить, куда-то сходить, съездить, такси передвигаться, полотенник, это так же вылетит в трубу, и при этом ты не меняешь никакого места, ты находишься у себя дома. А так получается, смотри, а, шашлыками пахнет, пойдемте кушать очень хочется. Опачки, а блондин-то уже, смотри, за стол присел. Друзья, пришли покушать в рыбный ресторан, цены на самом деле невысокие, но самое главное уметь считать. Так, например, если вы увидите ценник, допустим, 50 лир, то нужно умножить на 0,18, и вы увидите ценник в долларах. Соответственно, делаете конвертацию и получаете цену в рублях, либо там в гривнах, с чем бы вы ни приехали. Важно понимать, что выгоднее всего иметь деньги либо на карте, либо приезжать и менять сразу на лиры. Таким образом, вы всегда будете в плюсе, потому что прийти куда-нибудь, и, например, ценник 3,5 доллара, вам всегда округлят там до 5 и так далее. Не стесняйся, не стесняйся, пивка принес мой золотой. Прошлись, прогулялись, сами понимаете, отдохнуть надо, тем более вид красивый, тепло на улице, кайфую. Значит, давайте поговорим о ценах. Многие из вас спрашивали, ну что, где покупаешь, как так получается? На самом деле, друзья, нет никакой тайны, нет никакого чуда сайта, куда можно зайти, и цены будут ниже, чем везде. Важно понимать, что есть сезон, а есть не сезон. Я всегда пользуюсь одним и тем же порталом, ни в коем случае не реклама, хотя они у некоторых блогеров рекламу покупали. Это слетай.ру. Как я делаю? Захожу туда и, как правило, смотрю именно горящие туры. В чем плюс горящих туров? Это что вы можете улететь куда-нибудь подешевле, вот и все. Но здесь есть один минус. Не каждый из нас способен купить сегодня билеты и через два дня улететь. Как правило, все все равно планируют отпуск. У каждого отпуск запланируем, что там прямо на сентябрь, на июль, на июль, неважно. Но фишка в том, что если вы чуть-чуть смотрите по сторонам и знаете, что там не сезончик, значит можно сэкономить. Потому что если лето будет, то какие горячие туры, ничего не поможет. Как будет цена высокая, так она и останется. Поэтому зайдите просто ради эксперимента, посмотрите для себя интересующие вас направления. Также попользуйтесь интернетом, почитайте где сезон, где не сезон, куда выгодно летать зимой, куда выгодно летать летом. И таким образом вы будете экономить в первую очередь ваши денежки. Эта серия подходит к концу, я надеюсь смог до вас занести, дать понять, что такое отдых зимой в Турции. То есть, как видите, гулять можно, наслаждаться можно, но выводы здесь делать только вам. Друзья, подписывайтесь обязательно на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментариях. У меня на этом пока что все, но мы еще будем продолжать. До новых встреч, пока-пока.